друзья всем салют в прошлом видео обещал вам показать ну приборы вы уже видели а сделать именно так сказать такой тест промерять ph воды количество соли обещал еще прошлом виде выложить но я не знаю снимал снимал приехал домой давай смотреть а там ту альбу прогоняют еще что-то в общем такое качество что приехал переснимать ну сейчас попробую одной рукой неудобно набрал вот воды так вот приборы смотрите у приборе расколо дали шло два пакетика для калибровки я уже это сделал дома откалибровал его сейчас вам покажу вот так вот включается прибор клубника хорошая кислотность для клубники от 5 и 5 до 6 и 5 поэтому сейчас померяем какая так нали сразу извиняюсь за качество видео ну прошлый раз вообще такого на снимал что сейчас посмотрим вставляем и немножко ждем смотрите кислотность воды грубо говоря 6 и 2 это как бы уже довольно таки хорошая кислотность но если допустим просто поливать можно немножко подкислить ну а если будет вноситься удобрение то кислотность будет меняться поэтому любом случае надо будет перед кормлением еще раз проверять ph потому что вот если допустим добавить минеральное удобрение нпк то любом случае кислотность поменяется поэтому может произойти что даже может так произойти что даже не придется и подкислять и вот если метр включаем если метр он показывает внизу температуру воды и количество солей в воде допустимая норма 1800 при допустим поливе кормление но лучше желательно даже 1500 это максимум вообще чем меньше тем лучше соли то есть ну соль повышается когда добавляете удобрение потому что добрение то есть рубая соли поэтому чем меньше сейчас будет если тем 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 лучше поэтому смотрим вот опускаем прибор немножко ждем температура воды 5 градусов смотрите 100 150 то есть ну понимаете до 1500 и 150 это просто шикарная если поэтому мои как бы опасения не подтвердились я переживал что у нас очень плохая вода что может там приживаем плохая но в итоге смотрю что вода хорошая поэтому дело не в воде это то что касается воды и еще до обещал вам показать как на данный момент выглядит малина и наши грядки температура уже низкая клубника готовится так сказать к зимней спячки потихонечку ну тем не менее зеленая красивая последний раз обработал медсодержащим препаратом курзат тоже жарю приезжал когда болел не снимал не показывал курзат ир медсодержащий препарат потому что в такую температуру другие можно сказать практически не работают поэтому вот так клубничка стоит красивая поэтому значит препарат так сказать действует хорошо не видно там покрутил это мы какие-то вещи еще что-то все как бы довольно таки неплохо старые листочки отмирают новые лезут то есть вот так вот да есть трава ну травах то как бы по весне когда уже температура прогреется где-то до плюс десяти земля прогреется то обработаем конечно до ягоды будет еще далеко поэтому ничего страшного обработаем фузеладом фузелад он для тонколистных действует по тонколистным поэтому мы смело клубника довольно таки хорошо переносит можно сказать даже без стрессов поэтому по пырью по злаковым культурам можно поработать вот последние не знаю видно вам будет или нет корешки подругов не назовешь зюгана которую купили посадили 50 кустов но прижилось не прижилось не знаю пока сложно сказать откапывать не буду потому что она приходила обрезанная без листьев без ничего поэтому будем уже ждать весны и надеяться что приживется даже если приживется не все хотя бы половина то бы малина очень быстро размножается уже потом себе рассадим может ветер шуметь очень сильный ветер на поле вот видите все растет все как бы прижилось это то что касается малины и скажу честно у нас сейчас так сказать на стадии переговоров мы с местными жителями соседами разговариваем по поводу аренды земли потому что видите все стоит лес растет ну и никто ничего не делает поэтому они не против но цены себе не сложат сколько они хотят свои там 10-20 у кого сколько суток поэтому только нам озвучат свою цену если нас устроит то возьмем в аренду тем более у нас тут рядом дом полив будем на целое лето до поздней осени работы хватит ну если согласятся так что вот так в принципе малину показал клубнику показал воду соли и ph промерили ну вот вроде бы и все если есть какие то вопросы пишите спрашивайте да у меня там друзья спрашивали сколько обошлось посадить вот эти допустим мы посадили где-то около грубо говоря там соток 12 посадили клубники пока еще не считал все записи у меня в блокнотике есть если интересно будет то сниму ролик покажу расскажу ничего не скрываю там знаете мне которые там показывают но ни о чем потому что расскажу как кормить клубнику за деньги или еще что то нет мы ничего не скрываем и сами учимся поэтому показываем все как есть поэтому пишите подписывайтесь на канал хорошо там где мы есть ну и не знаю уже как бы работы заканчиваются если вам будет интересно как бы канал называется хорошо там где мы есть не только это там выращивание клубники там или малины или еще чего то если вам допустим интересно будет посмотреть не знаю обычную нашу жизнь там как мы отдыхаем как мы работаем можете тоже писать будем снимать потому что зима длинная а до весны еще далеко вот так вот альба выглядит кассетные которые до кусты не разогнали мы ну с божьей помощью надеюсь что все перезимует все будет хорошо старые листики такие покрасневшие отходят ну почечки молодые зеленые красивые выходят ну что ребята всем хорошего дня всем спасибо за внимание пишите звоните спрашивайте буду рад ответить на ваши комментарии всем хорошего дня